Прага Исторический центр столицы, возраст которой более десяти веков, привлекает внимание своих посетителей неповторимым сочетанием всех архитектурных стилей. От романских ротонт через готические башни до господских домов и дворцов в стиле Ренессанс, еврейских синагог, костёлов и монастырей в стиле барокко. Редактор субтитров А.Семкин Пражский град вступил в историю во второй половине IX века. Около 1135 года были построены каменные укрепления и княжский дворец с башнями. Дворец был перестроен императором Карлом IV, причём были надстроены два этажа. В третьей четверти XVIII века при Марии Терезии разнородные постройки второго и третьего внутренних дворов были объединены в единый строительный комплекс в стиле позднего рококо. В 1344 году была разрушена романская базилика и на её месте начал строиться храм святого Вита. Сначала по проекту Матиаша из Араса, а с 1352 года по планам Петра Парлиша. Собор является последним пристанищем знаменитых правительств. Например, Карла IV Люксембургского, Рудольфа II Габсбургского. В палате над Свято-Вацлавской капеллой за семью замками хранятся коронационные драгоценности. Во второй половине XIX века было в основном закончено без малого тысячелетнее развитие Пражского града. И лишь завершение строительства Кафедрального собора в конце XIX и начале XX века Дополнило его силуэт характерной доминантой. После 1918 года Пражский град сделался резиденцией президентов республики. Архитектурные клады в историческом центре Праги являются не только каменными свидетелями прошлого. Прага была и есть живым городом, где находится небывалое множество театров, концертных залов, выставочных площадей, музеев и галерей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok